МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. В Чебоксарах открылся Большой Ледовый дворец. Его строительство продолжалось 4 года. В первый день работы комплекса здесь устроили грандиозный праздник. Гостями торжественной церемонии стали и известные спортсмены. Репортаж об открытии Ледового дворца смотрите вечером. Праздник у Ледового дворца начался еще до торжественной церемонии открытия. За несколько часов у комплекса Чебоксар и Арена собрались горожане. Скучать им не пришлось. Многие горожане пришли на праздник целыми семьями. Для самых маленьких чебоксарцев работали клоуны и аниматоры. Выступали представители различных спортивных федераций. Посреди жаркого лета развернулась интерактивная площадка «Зимняя сказка». Там работали профессиональные фотографы. Фотографии можно было забрать абсолютно бесплатно. И все же основное внимание было приковано к главному виновнику торжества – комплексу Чебоксар-Арена. Ледовые катки для подрастающего поколения очень замечательные. Мы часто ездим в Казань, потому что у нас такого не было никогда. Приходилось ездить всегда на Татнефть-Арену, там посмотреть в хоккей, многие мероприятия. Теперь, надеюсь, сюда будем приходить. Радостные ощущения рядом с домом. Дети смотрят спортивные представления там. Будем водить сюда. Вот, Степочку будем водить. Надеемся, что наш Степочка будет будущим хоккеистом. Мы занимаемся классическими танцами. Но вообще у нас очень много знакомых девочек, кто занимается фигурным катанием и мальчиков-хоккеистов. Мы очень рады, что открывается такой комплекс. Надеемся, будем часто его посещать. Сегодня на лед Чебоксар-Арена выйдут звезды хоккея и фигурного катания. Но уже совсем скоро комплекс превратится в тренировочную базу для наших спортсменов. И площадка активного отдыха горожан. Ольга Пыречкина, Александр Петров, Республика. Секреты успеха из первых уст. О своих шагах в большой спорт известные спортсмены сегодня рассказывали чебоксарским школьникам. На встречах с ребятами гости торжественной церемонии открытия Ледового дворца вспоминали и интересные истории. Подробности в следующем материале. К встрече с Ириной Слуцкой в третьей чебоксарской школе начали готовиться задолго. Актовый зал украсили шарами и самодельными плакатами с ее изображением. Двукратная чемпионка мира признается, что приезжая в каждый регион, она всегда старается выкроить время для общения со школьниками. Увлекаться спортом фигуристка начала в этом же возрасте. И сейчас она с удовольствием делится с детьми секретами своего успеха. Приучать к спорту, к здоровому образу жизни это очень важно, потому что спорт это не только спорт высоких достижений. Спорт это дисциплина, спорт это здоровье, спорт это правильное развитие организма. То есть здесь какая-то такая совокупность, но я думаю, что насильно мил не выйдешь, поэтому заставлять неправильно. А вот направлять может быть как-то в виде игры привлечь ребенка к тому занятию, которым он может быть даже не очень хочет заниматься. Но вот именно привлечь, да, но если уж совсем никак, я бы, наверное, не настаивала. Самое главное это подход к ребенку, потому что тренерский персонал, это очень важно, потому что тренер может как и предложить спорт, и ребенок его полюбит, или наоборот оттолкнет. Чтобы задать свои вопросы, ребята выстроились в очередь. Хорошо ли будущая чемпионка училась в школе, насколько тяжело фигуристке давались первые тренировки, и кому она посвящает все свои победы. Ирина Слуцкая не отказывалась отвечать даже на каверзные вопросы. Ученики этой школы с известной спортсменкой мечтали пообщаться давно. Некоторые ребята уже всерьез увлекаются фигурным катанием. Я тоже хочу ходить на фигурное катание, я, ну, хожу на лед, ну, катаюсь немножко. Я сначала не умела кататься, у меня бабушка учила, потом на льду у них рядом был, потом я сама научилась кататься. Ирина Слуцкая, вот, которая сегодня приехала, это вообще для нас эталон, мы ее очень любим. Я ее представляла сама лично, очень крупной, габаритной, она оказывается совсем миниатюрная такая, миленькая. Фотографии на память с известной спортсменкой появятся у всех учеников. Общий снимок сделали прямо у входа в школу. Фотографироваться и раздавать автографы ученикам не отказывал и президент Федерации хоккея Владислав Третьяк. В Чебоксарах он побывал на импровизированном спортивном бульваре и встретился с юными хоккеистами. Известного спортсмена они не отпускали долго. Вместе с ребятами Третьяк вспоминал и о своих первых матчах с канадцами. Они с нами вообще не здоровались. Даже один журналист написал, что вот мы из 8 матчей, все 8 матчей выиграем у этих любителей. А Третьяку забьем столько, сколько мы захотим. И если это не произойдет, я статью съем присутствие всех хоккеистов сборной страны Советского Союза. Нам это сказали, а мы первую игру выиграли. Да, кстати, канадцы нам руки не стали сжать. А мы подошли и говорили, ну это товарищеские игры, почему вы нам руки не жмете? У нас такая победа, а канадцы не поняли, кто приехал, кто их обыграл. По стопам Владислава Третьяка пошел и его внук Максим. Сейчас он играет за команду ЦСКА и готовится к молодежному чемпионату мира. Начинающий спортсмен, как и дед, защищает ворота. Но в детстве вспоминает Третьяку, он хотел стать нападающим. Он полгода позанимался и говорит, дедушка, давай посмотрим игры с канадцами в 72-м году. У вас такие драки были, давай посмотрим. Ну мы, я ему поставил фильм, и там все канадцы без зубов, все. И он говорит, дедушка, а почему они без зубов-то все? Я говорю, ну они нападающие. Понимаешь, шайбы попадают, клюшкой, борт. И у них все передние зубы не свои. Дедушка, а у тебя свои? Я говорю, у меня все свои. Я у маски всю жизнь. Вот. И поэтому у меня все зубы свои натуральные. Тогда мне Максим говорит, дедушка, ты знаешь, что-то я больше нападение не хочу играть. Пообщалась с юными чебоксарцами олимпийская чемпионка Елена Бережная. В день ее визита на территории 27-й школы решили заложить аллею победителей. Одно дерево посадила и сама фигуристка. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика. Ирина Слуцкая, призер Олимпийских игр, чемпионка мира Европы, стала гостем прямого эфира Таванрадио. На волне стоит Ри-ФМ. В гости к национальной телерадиокомпании Ирина Слуцкая приехала буквально за пару минут до эфира. В программе «Час со звездой» Ирина рассказала о себе, о шоу на открытии Ледового дворца и, конечно же, о развитии спорта в России. Спорт развивается, да, где-то чуть-чуть получше, где-то чуть-чуть похуже. Но на развитие спорта сейчас сброшены все силы. И не только профессионального, но и массового спорта. Поэтому это все идет вперед и это очень здорово. Зарядка фигуристов, новые системы судейства в фигурном катании. Все это обсудили в эфире программы. Ирина даже успела ответить на вопросы слушателей Таванрадио. А в завершении эфира выдающаяся фигуристка оставила пожелания всем жителям нашей республики. В первую очередь всем хочется пожелать здоровья. Спортсменам хочется пожелать терпения, трудоспособности и, наверное, маленькой удачи. Потому что она тоже должна быть. Хотя я не верю в это ни во что, но все равно, пускай она будет. Любви безграничной и уверенности в завтрашнем дне. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Сводный отряд полиции, состоящий из офицеров и рядовых различных подразделений МВД Республики, вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ. Встречали полицейских руководители, сослуживцы и родные. От пункта назначения до малой родины отряд сопровождал заместитель министра внутренней дел по Чуварской Республике, полковник внутренней службы Олег Яковлев. В течение шести месяцев стражи порядка оказывали практическую помощь местным полицейским в поддержании общественного порядка и безопасности. Во время проведения мероприятий чрезвычайных происшествий не случилось. Чрезвычайных происшествий с личным составом также не произошло. Тех, что взаимодействие с сотрудниками полиции МВД по Чуварской Республике, работа велась плановая, осуществлялась круглосуточно. Наравне с мужчинами все эти полгода службу несли и две женщины-сотрудницы. За образцовое исполнение служебного долга и проявленный профессионализм 14 человек были награждены почетными грамотами. А пятерым полицейским объявлена благодарность руководства МВД по Чуварской Республике. На боевом посту вернувшихся сменили их коллеги. Службу им предстоит нести в течение шести месяцев. Наполняемость бюджета задача номер один для органов власти всех уровней. Доходная часть казны формируется в первую очередь из налогов и сборов, в том числе и от подакцизной продукции. Ежегодно эта сумма составляет от 300 до 400 миллионов рублей. К сожалению, в последние годы произошел спад на предприятиях Росспиртпрома, в том числе на ликероводочном заводе, который расположен в Чебоксарах. Как предприятие работает и какие у него перспективы, журналистам рассказал министр экономического развития промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Ежегодно Чебоксарский завод отгружал порядка миллиона декалитров спирта, но в этом году цифра будет в три раза меньше. По словам министра экономического развития, подобная ситуация характерна для всех предприятий отрасли России. В этом году акционерное общество Росспиртпром планировало открыть в республике предприятие по утилизации контрафактной продукции на площадях Ядринского завода. Я напомню, что в 2012 году было подписано соглашение, были выделены определенные, был совместно реализован проект по обновлению парку. Основная задача, которую накладывала на кабинет министров и на Росспиртпром и ликероводочный завод наш, это сохранение производства первое и сохранение численности работающих. А также возобновление деятельности Ядринского спиртзавода рассматривается как первый этап запуска завода, для того, чтобы стартануть. Там занимается по всему приложению федерального округа, занимается утилизацией именно контрафактной продукции. Это, может быть, неполноценный спиртзавод, как таковой уже, но это начало старта нового проекта, плюс это создание рабочих мест с этими же налогами. Но если предприятие, если Росспиртпром вкладывается в это производство, в эту утилизацию, а это утилизация тоже технологический передел серьезный, то будущее – это создание, ну, мы надеемся, что это создание все-таки спиртопроизводящего завода. К сожалению, экономическая ситуация вынуждает многие корпорации сокращать свои инвестиционные программы. Под секвестр попало и производство в Ядрине. Владимир Аврелькин выразил надежду, что к концу 2015 года производство заработает. Если бы он был им неинтересен, да, и я думаю, что его босила бы судьба тех четырех заводов, которые были закрыты в начале этого года. И задача Росспиртпром все-таки это стать, ну, стратегической задачей стать монополистом в качестве производителя вообще спирта по России, да, но и, безусловно, сохранить линейку по выпуску водочной продукции, конечного продукта. Поэтому это интересный для них бизнес. Ну, кроме того, они понимают, что это социальный бизнес, а прежде всего для субъекта. Поэтому мы идем навстречу друг другу, там не всегда это получается приятно, но мы должны находить пути решения для того, чтобы сохранить первую грючуру с рабочими, сохранить наш бренд в республике, сохранить налоговое поступление в грючу. Бюджет, а больше здоровье жителей республики страдают и от теневого рынка алкогольной продукции. В Министерстве экономики просят всех сообщать о торговле безакцизным, контрафактным алкоголем в МВД республики. В Чебоксарах прошел первый фестиваль художественного слова, как безграничная щедрость языка. На лингвистическом празднике побывала и наша съемочная группа. Научные сотрудники, преподаватели, чтецы. Этот фестиваль собрал всех неравнодушных к русскому языку. Студенты СУЗов и педагоги показывали мастерство владения пером и художественным словом в четырех различных мероприятиях. Научно-практической конференции, конкурсе видеопрезентации, художественной самодеятельности и конкурсе чтецов. Октябрь уж наступил, уж роща отряхает. Последние листы с ноги своих ветвей вдохнул осенний хлад. Дорога промерзает, журча еще бежит, за мельницу ручей. Этот отрывок мне очень нравится тем, что его слова вдохновляют меня. Он очень душевный. И вообще осень это такая пора, что стихотворение обычно пишется в одиночестве. И вот Пушкин смел передать это чувство. Мне нравится участвовать в конкурсах, проявлять себя творчески, знакомиться с новыми интересными людьми. В этом году фестиваль посвящен году литературы и дню рождения классика золотого века русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Он проводится в Чувашии впервые. До этого проходили только конкурсы. В фестивале это всегда более красиво, это всегда более содержательно и в фестивале всегда больше места для творчества. Для молодежи это важно. Почему? Потому что по средам языка они познают другие культуры, у них прививается уважение к другим культурам. И они становятся богаче, нравственнее. И общество наше хорошо консолидируется. Участники фестиваля вновь встретятся в следующем году. Теперь праздник языка и слова станет регулярным. Организаторы надеются, что благодаря таким мероприятиям людей, которые любят и ценят родной язык, станет больше. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В итоге дня подведем в вечерние выпуски программы «Республика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова